Мне вода замерзала, боялась, что отопление замерзнет. Вот видите, как все сыпется, валится, он отваливается, штукатурка. Обшарпанные стены, удобство на улице, отсутствие нормального отопления. Это дом в микрорайоне Подресково, ровесник Таисии Буровой. Ремонт в нем не делали давно, а из-за расположения в зоне отчуждения Октябрьской железной дороги он признан негодным для проживания. Пенсионерка живет здесь более 50 лет. Большую часть времени борется с холодом и сыростью. Очень холодно было, очень холодно. Топила по два раза печку. Иногда утром вставала, топила, чтобы мне дожить до вечера. А потом вечером топила, чтобы мне ночь прожить, проночевать. Ну, все, стерпела. Здание принадлежит ОАО, Трест, МОСЭлектр, Текстрой. Собственник не выполняет обязательства по содержанию здания, причем передавать его в муниципальную собственность отказался. В декабре прошлого года Таисия Бурова пришла на прием к главе городского округа Дмитрию Волошину. Попросила помочь в улучшении жилищных условий. Сейчас не может найти слов от радости. Новая благоустроенная квартира на улице Микояна со всеми удобствами и даже продуктами в холодильнике. Есть все. Мебель, техника, мыло, ванны и домашние тапочки. Все, 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 сюда. Мы вас выпьем, не бросаем. Если что, вы нам звоните, ладно? Глава округа передал Таисе Николаевне ключи от квартиры, букет цветов, подарочный сервиз и продуктовую корзину.